всех приветствую на канале стоп психотеррор с вами андрей шутов и сегодня у нас очередной пострадавший от этого страшного торсионного фашизма и хочет рассказать свою историю представьтесь пожалуйста расскажите добрый вечер меня зовут александр всех приветствую на канале террор я из города магнитогорска мне 24 года вот расскажу сейчас свою историю в общем как все началось примерно 2000 даже не примерно точно 2016 году мне начал звонить мой бывший друг по телефону и начал обвинять что работа на хсб на всякие разведывательные группы что я замешан в плохом здоровье то есть он начал быть что его мать там что чем-то замешана то есть что его там трава стравливают ему воду там стравливают что ему вот ну как бы воздух там всякие ядовитые химикаты подсыпают ну то есть заставлять дышать всяким ядом ну и стал очень часто не звонит обвинять меня то есть входил ко мне домой пытался разобраться естественно выходил там чуть ли мы не дрались вот но его потом в один день я как узнал запекли психушку но я думаю ну чё за фигня думаю начал интересоваться как бы читать интернете почему люди сходят с ума ну и как бы вот суть случайным образом но просто такое понятие как психотеррор там рассказывалось что людей часто дискредитируют в этом состоянии стравливать друг другу то есть человек начинает обвинять своих родственников близких людей что не работает на фсб на всякие контролирующие органы то есть потому что ну очень странно в принципе о чем я читал он об этом все говорю то есть фсб службы там то что он пытался один раз даже про проникнуть у него была за домом вот эта вышка она получается было на как бы охраняемой зоне такой там стоянка была для мужчин она была там он пытался в общем и зайти залезть сломать все но его вот последователь стихушку положили как него мать рассказывал ну я думаю что странно причем как бы взаимосвязь ему обычные сотовые вышки мы же никогда не задаемся вопросом мы поставили вышку поставили значит она так нужно то есть это для того чтобы люди там звонили все такое хотя и 2008 году у интернет и все как быть выше было гораздо меньше но не суть но я начал все это как бы анализировать изучать ганг сталкер моббинг уличный театр все эти вещи на ваш канал андрей наткнулся тоже еще 1017 году по моему вот ну и начал вспоминать то что происходило в самом детстве именно травля в школе часто происходило то есть непонятно по какой причине хотя я просто не понимал то есть потом часто тоже у меня как бы строили с людьми то есть меня заставляли думать о людях плохое но то есть я как бы голове потому что вот как я помню очень хорошо я очень хорошо себя помню с детства мне примерно лет семь-восемь начались мысли такие что ну там не нужно себя порезать то есть мне нужно сделать какие-то вещи вот такая есть болезнь психическое объектно объективно-компульсивное расстройство когда человек делать какие-то определенные ритуалы но я начал все так делать то есть например свет могу выключить включить нечетное количество раз там лесенке пересчитывал ну короче там свои были загоны как бы вот 12 лет я стал очень сильно увлекаться тоже православен христианством молиться начал ну то есть это раньше очень рано пришло так сказать созрение то есть нормально четыре года жил послал все эти голоса то есть они были но и вообще не слушал понимашку все в голове думал что может быть что цены происходят но не хотел об этом никому не говорить ну что понимал что могут положить в психиатрическую больницу об 16 лет вообще началась так понимаю то ли открытая фаза как называется то ли закрыта хотя может быть уже я сам рождение в открытой фазе после этого не понимал что нас лет и начал сильно как бы увлекаться фашизмом то есть изучал все эти темы то есть мне интересовало то есть не в плане того что мне это нравится интересовало то есть я сницистской всяк вот это атрибутик интересовался это было раньше модно еще здесь и скинхеда были вот начал время в этом возрасте курить пить то есть как бы тоже всякие опять мысли был мысли голову полезли то есть частый шел по улице например вот и замечал как люди переходят на дорогу то сидишь вот человек стоит поможет она видно издалека он стоит и только ты идешь и он тебе путь пересекает сейчас с таким сталкивался и вот это все идет по сей день вот я думаю что это реально все за этих людей вот как нас вообще будет не обжигаться облучаться их выбирают самого рождения если человек нет какие-то определенные интеллектуальные навыки у меня с программированием все очень хорошо то есть я изучаю программирование робототехнику нейронной сети но и работы как в эти сфере я понимаю что это все неспроста потому что но человеку никогда но просто так не будет подвигаться таким воздействием потому что я устанавливал все эти связи причину следствия почему это все происходит ну и вы его что я вот сейчас под пти террором то есть у меня постоянно мысли в голове страшные сны снятся то есть то змеи часто мне снятся то есть кого то с этим нога ножки снятся как будто они едят зверей и животных то есть каждый день ну очень как бы страшные сны и очень мало стал спать то есть засыпать часа в три ночи просыпать 5 утра вот я сейчас как бы борюсь со своим алкоголизмом то есть сейчас два месяца воздержания как бы и полового и от курения от всего но я просто когда в раньше выпивала хоть немножко мог поспать то есть мысли как бы были проще то есть мог высыпаться даже тот момент времени а сейчас отрезвый образ жизни виду как бы стараясь изучать все это христианство то есть как бы церковь хожу но понимаю что это даже они так просто не отпустят туда же они мне кажется даже надо глушит помощь от бога не знаю как это все у них работает я конечно понимаю что они возможно через вышки нас координируют нас из сигналов сотовой связи микросам и простой вариант но я думаю что с этим надо что-то делать потому что но не один не одним и страдаем еще многие люди не знают про как говорится про пси-террор не про закрытыми про открытые фазы то есть многие люди считают это бред на сумасшествие вот что страшно где не нужно информировать как вы считаете андрей вообще вот когда вы думаете это можно все победить наступили сутный день вообще вот над этим подонками можно как-то знаю тоже также поиздеваться или лучше не отвечать ему ответы наружим мое мнение знаете должен быть суд истинный да потому что было много людей которые уже позади этой реальности до который уже умерли смертной телесной смертью есть две смерти духовно интересно я думаю если вот вы как вы сами считаете опять же такой задам вопрос как вы думаете если вот физически наказать этих людей будет ли это полноценным наказанием для них за не всю жизнь рядом я думаю нет да нет скорее всего потому что это тоже глупых наказывать они тоже жертвы по сути на 0 есть разные виды пыток есть разные людей человека можно всю жизнь сто лет истязать каждый день божий и что это для него будет истинное наказание нет мне кажется эти подонки они должны ответить за все именно по тем который нам и заповедям и заветом божьим которые дал нам иисус христос а это это они выбрали свой ад они сейчас живут в раю до получают то что то чего лишили нас ради бога пускай но я считаю наказание должно быть более ощутимым более духовным они не верят в бога да они же верят что материализм и их точка зрения что они все боги здесь у них есть технологии и нет ничего больше мне кажется им надо более открыть реальность чтобы бог им показал что я есть им ну это бог так скажем а вот есть ваша реальность которую вы построили здесь земной вот этот ад которую вам дали бесы те высокоразвитые существа до духовные которые вам передали информацию а вы здесь уже кое-как собрали из этого прожектор и взяли всех людей под облучение этого прожектора и всю жизнь вы жили пусть им скажет так шоковали офигенно вам было в кайфе пока кто-то погибал страдал вот вот такой должен быть суд такое должно быть наказание тогда мы но это как посудный день будет это последние времена это в этой реальности преобладает естественно научная точка зрения а что мы можем сделать наукой так устроена вселенная вот это материальная точка зрения если какой-то страшный маньяк изобрел какое-то оборудование которым облучает человека значится он будет это делать он будет это делать его не остановишь его остановит только бог потому что его сердце находится в руках божьих то есть и душа пока его сердце не остановится он эту кнопку не отожмет ты будешь здоров только тогда когда он эту кнопку нажать не сможет а значится средстве этого что мы получаем какой у оборудование отключится только тогда когда эти люди либо перестанут и поймут что людей нельзя трогать убивать то есть до истреблять их уничтожать перестанут быть сатанистами нельзя есть человече ну нельзя там издевательство делать там все такое либо когда они к сожалению умрут это будет финальный выход из проблемы да ну то есть такого вот плана что когда эти люди скончаются уже они не смогут продвигать эту идею заниматься этим оборудованием создавать технологию и тогда понимаете сатанисты вот эти вот иллюминат они могут в свою очередь прямо сейчас взять создать правило о спокойному аннулированию всех этих психотронных вышек это технологии да то же самое ученые могут сейчас возвести с попущения этих же сионистов этих же иллюминатов другой проект взять создать допустим летательные аппараты допустим да для того чтобы люди передвигались по воздуху они ездили на машинах согласны со мной технологии да уж и выдав пользу бы это все я просто не понимаю почему не хотят людей потому что единственный единственная точка зрения их это то что они сатанисты и технологии технологиями должны преобладать только они и они хотят что все люди страдали они наконец-то не стремятся все к вечной жизни они же все боятся умереть они вот и вот и генопротектор изучают у них там гены инженери очень развит я даже уверен что многие из этих подонков может там уже по тысячу лет мы же нам нет и неизвестно какие технологии них есть если мы там видим у нас там что у нас машина на колеса до сих пор и антонни соответственно они уже летают давно на машинах на своих конечно вот в тут я с вами согласен потому что эти ребята они уже имеют вот здесь для нашего развития мы еще как тупые как пробки просто просто но это ждать квадратик в котором двигаются картиночки до сенсорную технологию и эти все придурки ходят ликуют ой как классно ходят как зомби вот ты никогда не думал вот он идет по улице ну я не хочу туда тут много споров будет типа я размышляю как может быть ну как полный там идиот в плане того что все смартфонами пользуются и это понятно я тот же кто же 10 лет назад этим смартфоном пользовался круто было классно когда они появились как прям как геймбой и нинтендо или супер пластиншин все тоже слава да да а сейчас посмотри идет школьник он не видит своей земли по которой он идет вот представь он держит этот телефон и такое чувство будто бы ему дали пульт а штекер да от этого пульта где-то там у какого-то дяди да и он этого школьника ведет по дороге присмотрись вот прям как за поводу да они все они спят просто конечно все они спят и вернемся к технологиям получается технологии да совершенно верно по технологии работы с подсознанием и сознанием человека перешли на такой уровень как я уже изучил эту тему этот уровень далеко высок от нашего понимания села человека сформированная как биологический объект уже не имеет никакого преобладания над душой они вмешались в душевные вот эти вот субъекты до строение человека и спокойно не могут преобладать своим вот этим вот искусственным интеллектом над пониманием даже человеческой точки зрения с точки зрения даже науки потому что человек не может ничего изобрести потому что у него нету на это никакого разрешения все патенты выкуплены и убиты то есть вообще конечно сану на людей либо убивают либо селя лично до ученых всех истребили эти ублюдки и поэтому их развитые технологии превозносят даже понимание сейчас человеческого вообще они дали плоскую да я не знаю как назвать эту ультра примитивную технологию для того чтобы сознание человека находилась в рамках тоже самый монитор взять то же самое что они дали человеку за за 20 40 50 лет развития что они дали 3d очки что они дали вот это вот маску водолазную которая получается что там 3d изображения что они вообще дали они дали субъективно дать человеку понять что можно развивать наше пространство в 3d технологиях вы согласны со мной да с вами согласен я думаю больше ничего они не дали они развивают что в режиме нашего времени технологии вот это взять стива джобса да вот этого ученого который кстати умер от чего от рака его бог наказал да за то что он дал эту страшную технологию сатанистом прискорбно да и слушайте что мы сейчас развиваем они получили эту технологию развивает в ней плоскость та же самая развивать мне внутреннюю составляющую внутренняя составляющая компьютера что процессор процессор видеокарта мозг они развивают мозг этой технологии что технология дает по поэт ничего такая же такой же квадрат в руках как и остался так и остался голограммные технологии когда говорил это было сейчас я подмечу пять лет назад я говорил тогда еще должна уже быть голограммная технология то есть по развитию может слышали о таком об любим слышали проекта вот с этого экрана должен быть уже луч получается луч света который демонстрирует 3d модель правильно есть такое да почему технологии я верил обе хоккем почему почему от а потому что потому что если люди они подумали к этим технологиям проберутся они не смогут им придется давать что-то большее либо конечно ждется изобретать что-то новое они лучше изобретут их для плохих целей просто для обмана это все обман конечно лживой твари суки которые взяли попищу по бюджету спокойно можно встроить эту технологию в каждую в каждую в этот коробок в этот смартфон спокойно и человек будет уже наслаждаться 3d изображением прямо как ну это не будет совершенно как проектор как проект проектор да это будет примитивно так но он уже мог бы видеть уже бы были эти технологии но нет мы видим билборды мы видим плоскость нет никакого развития в технологиях есть хитрая манипуляция не знаю но просто как нам когда ли вот какую-то хрень какую-то кинули да и типа в ней ведутся какие-то изменения но а сами главные технологии мы уже интуитивно понимаем самая скрытая их технология это работа с подсознанием вмешательство в разум человека манипуляции с нанотехнологиями которые вершат с нашими мозгами чудеса как в биологических объектах а люди которые вообще ничего не соображают им уже интересно в этом смартфоне копаться к обезьянке пускай стилус возьмем и копается пускай ради бога так они даже не развиваются не всякую херитом смолида посмотри во что они превратили они превратили в это то есть ну что что в этой технологии присутствует видео про видео просмотр игры опять же и быстрое общение но быстрое общение что это приди домой связи в интернет быстрый поток информации бери печатать общайся раньше айски были печатайся хоть за что они тут получили сидят в них там что-то кому-то печатают вконтакте но это они это они мне кажется имен сам как-то жизненную энергию человеку еще потому что человек он во-первых все быстро переключается там действительно есть свой без думаете у сатаны нету определенных каких-то там в подчинении определенных вот этих вот духовных ублюдков чертей которые внедряют свои технологии да сами святые отцы говорят есть конечно есть сами святые отцы говорят православные старцы которые предсказывали говорят будет единый идол человек будет перед ним сидеть и поклоняться ему а что это монитор так они еще изобрели маленький идол который можно брать прям брать прям в карман вот и все далее это исключительно для того чтобы человек был более подконтрольным вот я снимаю на камеру идет фон фона чего идет торсионного облучения прямо в монитор на белом листе когда я снимал кстати в одном видео я показал реально облучение идет прямо с зрачка камеры а если этот зрачок навести на меня облучение куда будет идти прямо мне в рожу и реально видно на пиксели видно все прям просто а что им можно сказать всеми ребятам которые вообще ничего не знают а что им можно сказать не знаю мы говорим о теме по сути которая оперирует как я не знаю этот торсионные излучатели да и можно не за изменить из меня частицы внутри организма человека молекулы арно находить отсеивать там я не знаю от протонов нейтронов там ли как это чё там и они до квантового мира не могут менять мне кажется они вообще соображать в чем тут вопрос да этот вопрос касается вообще взлома по сути скрытых системных вот этих вот стадий которые вложены все во вселенную получается да тут сама уже манипуляция происходит не только с душой человека с разумом человека они уже внедрились во все а как нас ищет через днк через днк наш рот весь они все это знают это отдельно уже отдельные уже там наверное какие-то отдельно у них спецслужбы занимается это же надо проследить весь рот а эти люди они думаешь когда-то займутся размышлением существует ли организация контроля в этой вселенной вот они смотрели фильм матрица а они знают что у киана ривса у этого умерла пол семьи потом да 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 они не в курсе они никогда не умерли умерли и все они не задумывались а почему почему потому что масонные иллюминаты хотят показать а вот это вот проекцию мира в котором мы живем а простые люди да им это нахрен не надо им дали побрякушку наиграйся дали еще что-то примитив машины сколько машины настроению 200 лет я изучал эту тему 200 лет мы ездим по ездим на колесах на колесах на примитивной технологии раньше когда не было этого было еще примитивной технология но более разумная почему она была экологическая чистая почему конь а что конь поел травы покакал что удобрения ничего нету сейчас кусок металлического дерьма на колесах который изобрел форт по моему где я хотел сказать генри форт возможно генри ладно по-моему может быть и генри форт кто-то другой то не суть да не суть 200 лет от этих на 200 лет нам получат мозги какие-то банкиры ради того чтобы на набрать себе больше денег карман за счет обмена валюты черные валюты то есть нефть это валюта также коэффициент валюты и они взяли эти тупых обезьянок опять же нас которые купят эти машины конвейер продажи машин есть есть обмен обмен вот этой монетизации нефть это как валюта нефть это еще и кровь земли забили на планету засрали всю экологию выбросы этого дерьма летят куда-то там все на этом дышим же они то не дышать мы же убить конечно у них я уже запущен ли про штайна может кто-то последний раз смотрел кто-нибудь последний клип по мы приспать и как предпоследний летит капсула в ней есть жизнь капсула летит получается в этом клипе над землей в биосфере в ней внутри есть жизнь даже деревья растут мне кажется они так и живут уже или где-то в другой где-то там в каких-то уголках вселенной может быть где есть искусственно может даже на другой планете ну да где есть искусственно чего искусственно такая капсула там есть кислород там есть все все для жизни еще взять все подземные города а чё них понастраивали где куски мяса запакованы в морозилках почему а для того чтобы они засрут когда вот этим дерьмом чтобы туда скрыться и все вот их идеи на землю наплевать на людей наплевать какое для них наказали этих сволочей от только я только за это а как они вообще рождаются понятным как бы я тоже хотел спросить как родился человек который думает что другой человек это животное его можно истреблять утка я это этого не вообще мир не доходит человек а ненавистничество возможно на есть разные нации расы есть негры есть метисы и желтые люди есть ну ладно это можно перечислять бесконечно там сколько нас раз много да да в кавычках бесконечно суть то не в этом все мы понимаем что он в нас секрет красная кровь да если мне у меня есть твоя группа крови у меня у тебя есть моя группа крутом лала мы можем помочь это понятно но какие-то ублюдки возомнили себя почему-то каким-то признаком что они выше там кого-то я этого не мог понять я когда узнал у меня был глаза у такие как фары я херил как-то так а потом я понял что в реальности этот эта теория 1 в реальности работает нас убивают реально какие-то ублюдки которая считает себя супер там какими-то там да как они удовольствием получают еще и по кайфу вот в таком мире живем это психически больные люди вот захватили по сути абсолютно власть ненормальные сатанисты но я думаю все равно да только на блога сейчас надеюсь андрей больше не на кого потому что он же мне кажется может помочь они то думаю что они отсрочат там конец света не нужно сатана победить если они последнюю душу себе заберут они же за души сейчас борются такой мощь сойдет война за души и когда душа продается сатане все он же все равно сильнее но я знаю что это будет вечно это все закончится все все имеет конец в этой жизни я думаю что даже власть подонков когда они закончатся может даже нажимать можно это увидим кто знает потому что давить все предсказано все в библии написано если те люди которые думают что сейчас вот это вот предзнамение вот эти все что стоят уже банкоматы которые считывают вот с этими технологиями когда метро да 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 думаю что это все лажа ерунда все типа это все это все уже нормально для них для сатанистов они добиваются согласия а если человек дает согласия он дает свою душу а потом они уже придет чувачок который конкретно скажет ребятки вам надо принять мой порядок вы хотите быть в шоколаде да или нет вот скажите мне они все скажут да а да это значит налог на себе изотопное начертание а начертание это будет считываться именно теми инструментами которые будут присутствовать где продают человеку кашу а без кашей он сдохнет естественно все люди будут жрать друг друга получать ганнибализм просто каннибализм будет страшно потому что те кто не верят в это что типа ой да это все херня типа чего ребята трете я видел таких клоунов есть разные даже тоже видел фильмы посмотрите разные времена были блокады блокада это было страшно люди жрали детей что эти дети знают они хрена не знают я еще этого тоже не знал я родился в девяностом году но я это и поизучал немножко сталинские репрессии были тоже были страшные времена убито много было в лагерях людей что эти люди знают ничего и это были только пытки физически а что они знают о духовных пытках вот этих испытаниях аторсионном оружии а пытках которые вот будут после этого начертания изотопного это страшно будет человека будет это страшно днк будет меняться это во первых потому что когда идет вмешательство в кровь это очень мутирование мути мутация да ты прав и что эти люди думают вот я поставил я в шоколаде танцуй под бузову ребята танцуйте под бузову я вам всего доброго я это начертание принимать не буду от документов отказываюсь от этого всего дерьма я лучше поеду в колхоз да я буду колхозником ладно ребята ну душа мне дороже танцуйте по конечно давать все стоим только они все потом потом мы может и помрем у нас еще будет шанс какое спасение а у них тоже все нет они уже продались может быть даже не клонов делают людей у которых нет душа не это понимают прекрасно даже не могу отрицать этот факт который занимались бы такой херня я потому что не знаю но мне кажется они настолько безумно что они на всякие мне кажется давно генетических экспериментов пошли выводить абсолютно жестокого человека у которого совершенно не в совести и какого-то сострадания даже эмпатия абсолютно отсутствует я даже ну это как их там называют не люди нежить нежить когда был нюрнбергский суд заседание суда когда там стояли фашисты фашисты стояли во первых они поделялись на нацистов и на тех кто принял нации те кто приняли нацизм это были евреи которые поехали даже потом приняли иудаизм все это доказано есть видеосвидетельство представляешь их потом там и закопали в израиле вот чему это все говорили к чему я это все рассказал я рассказал это к тому что они знаешь как как они отвечали почка даем задавали вопрос что вы делали вообще с людьми они знаешь как они отвечали мы вы исполняли свой приказ эти ребята которые вот мы к вам обращаемся мы сейчас страдаем от психотеррора вы исполняете свой приказ вам приятно жрать кашу которую вам дают за этот приказ неужели выдумывай думаете что вы свой приказ будете исполнять вечно и что вы здесь умрете да и это будет вас для вас единождая смерть мне кажется нет ребята думать кстати у вас есть еще время на покаяние потому что еще не было тотальной чипизации вот этих трех шестерок еще не пришел антихрист машах одних ребят до которые находятся там которая строит храм этого ну церковь сатаны да 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 вавилон этот возводят рам шестой этот храм как там вавилон я не помню кто-то рассказывал короче они хотят снести мечеть какую-то там и на этой на на месте этой мечети будет построен храм этого мышах вот вот и вы исполняете приказ вот этот вот вы служите сейчас и еще думаете все это будет просто так я думаю нет и тогда никто не ответит я исполнял просто приказ да ответят конечно они же исполняют приказ а мы же убиваемся мы же страдаем конечно они не представляют какие страдания мы испытываем когда отличная тревога этого работать не можешь спать не можешь конечно они этого не понимают им плевать они не могут понять боль другого человека на срать на это да не работали они продались просто за свой хлеб и вот за этот приказ то что они исполняющие с они ответят в аду ответь вот что я думаю ну я надеюсь это будет скоро андрей потому что я думаю что уже все этот век достиг своей завершающей фазы что уже так не было было какой-то фашизм был там не знаю люди дрались друг другом до война была но это было же в каких-то рамках да потом уже был мир естественно а здесь тотальный концлагерь фашистские внутри человека творится уже вмешательство через сквозь стены и такая организация что сми молчатся у меня обращение к вам сми почему вы молчите почему вы не даете огласки почему не говорите правду людям вы боитесь вы тоже исполняете свой долг смысл вашего долга какой рассказывает по новостям лабуду всякую вот тоже задумайтесь много чего не фарма ходит лукавого да люди люди просто не хотят говорить правду но мне кажется это тоже до поры до времени потому что правда всегда восторжествует и она выльется наружу все равно все равно как они не хотят правда все равно выльется потому что этот торсионный концлагерь он перешел уже свои границы потому что вот в двадцатый век когда после войны наверное там же люди тоже с плакатами стояли там ну там наверное какие восьмидесятые не знаю годы большие педом может быть да не как бы типа против войны хотя тоже хиппи это оружие системы по мне кажется но нет я имею ввиду вот эти вот люди пресс-сср с блоками стояли 80-85 годы наверно а это люди что же страдали но эта информация не вливалась есть он до сих пор в интернете фотки какие-то я видел вот там дети люди митингуют против торсионного фашизма просит психотеррора но эту тему никто не освещал не по одному каналу и не знаю сняли один только фильм про одного человека про мужичка там который рассказывал что с ним происходит документальный там не помню кого звали по моему иван иван да он у меня на канале есть фильм этот вот рассказал уже в то время как всего сделали со спортивным человек как с него сделали овощи спецслужбы как у него в голове раздался голос это были люди они ему сказали что он шизофреник шизофреник вот вы думаете это вся информация с годами она что куда-то уйдет я думаю нет она никуда работа накапливается они будешь развиваться а сейчас от я даже страшно представить какой сейчас у них оружие в то время они это могли делать без сотовых вышек да у них по сути технологии может не так сильно были развита сейчас то это можно любого человека это уничтожить просто физически эмоционально психически там отобрать все убить его потому что можно влиять на настроение на сон на работу все по сути человека это их не тварь это их не крыска мышкой вот лабораторный от которой они издеваются сейчас все доступно конечно и причем сама поражает то что ребята те кто вы думаете кто не под психотеррором если то если вы думаете что все террор это просто знаете там знаете вот просто что-то временное такое то нет вы ошибаетесь это не просто история которая заканчивается это когда за человеком следят вот прикиньте если даже мы сейчас на голое поле без трусов выйдем до нас найдут через спутник понимаете и как может жизнь человека быть уже в порядке то есть это вообще ломать всю психику на нашем бы месте уже любой что пристреб башку себе прострелил бы понимаете что конечно от этого избавиться нельзя это когда к тебе вмешались в вес вес процесс твоей подсознательной мозговой и другой деятельность с этим ничего поделать нельзя и это страшное явление вообще то есть описать сравнив что-то даже есть порог боли да если взять человек которого пытает пытки заканчиваются боль отступает продолжается какое-то мучение когда боль отходит и есть у вещи да на организме человека а тут другое но когда намеренно тебя как по программе компьютерной нажимает какие-то кнопки и тебя можно пытать всю жизнь вообще это еще я хренел когда я узнал после теории да на себе испытал это все ну как началось это жестко за запытывание на когда уже валяешься в кровати у тебя уже башки башки все темнеет уже не знаю что делать кроме как глотать таблетки все только добавили того хуже алкоголь совсем только тогда что-то отпускает себя как такое как через час я понимаю что он может усилить он может сделать сильнее реально и тогда я не знаю просто человека разорвет на куски мирно от боли он спокойно может это сделать просто этого не делать оператора он издевается он же медленно убивает он же это медленно и по сути убийство стас но самые жестокие маньяки только так могут делать на някты рекой убийцам застрелил все ты не мучаешься там на зарезали тебя а тут всю жизнь тебя мучает это это страшнее любой пытки и которые никто не поверят первый год я вообще думал как мне это уложить мозгах я просто не понимаю как как я все осмыслил я все понял я понимаю что знают каждый мой вздох я понимаю что читает мои мысли я понимаю что знают когда я захочу в туалет даже я понимаю что смотрят всю мою жизнь карта памяти у них моего мозга у них в руках я понимаю что следят за мной мне некуда пойти куда бы я не пошел надо мной стебается каждый колосок я не знаю они видят все полностью видят всю обстановку вокруг меня читает мои мысли слышат моими ушами они знают куда я пойду завтра до любой бы уже покончил с собой еще издеваешься просто конечно если тире кто-то не верит нам то но я имею ввиду со скептиков что мы тут уже гоним шизу то ребята поверьте если бы вы почувствовали это на себе на своей шкуре да вы бы просто-напросто ну я не знаю все все ваше существо до ощутила бы не кусочек ада наверное какой-то скорее всего потому что психологически да и психически осознать такое это страшный удар по психике мне кажется очень много людей когда они осознают что-то такое мне кажется очень много людей уже покончил с собой потому что очень много стойких людей которые ломаются был конечно он был час доска был случай когда мужику одному интеллигентному мужичку я читал в интернете ему постоянно сделали делали кишечные перебои а это было времена ссср этот пустота альберт маренко да нет нет я на тот это покойный уже человек этот постоянно дисфункция желудка была и был постоянным понос в автобусе и он сходил постоянно с автобуса и человек покончил с собой вот так охренеть же по сути же позор какой это же нормальчик когда не перетерпит такой совет дипломатичных интеллигентных людей в вот это вот организация ублюдков сатанистов первое дело уничтожить русского человека интеллигента это у них устав такой всех людей по роду и счет по днк кто был из интеллигентной умной образованной семьи кто обладает какими-то знаниями их дети это их потомство мы продление рода человеческого нормальной спермы уже в этом мире она может где-то есть в инкубаторах вот и и практически уже не отста не осталось потому что всех нас людей истребили изуродовали просто генетически они всех убиваешь на и истребляют вот этим точечным оружием волновое оружие это страшный метод убийства проникая через стены через все а остальные технологии которые уже развились в этот век в начало 21 века это вот пожалуйста тебе можно считывать мысли тогда может быть не было такого сейчас уже есть можно на мониторе видеть как полную карту твоих мыслей весь твой организм какие у них есть технологии это у нас тут мониторы там еще чуть-чуть абрегинь с баблом сколько у них миллионов долларов вложено в это а там наверно так конечно логии я не знал наверно там у него там сенсора наверно в башке он там руками по воздуху водит и все нас видит трогает нас ощущает нас я думаю даже мы вообще касаемся он даже чувствует наше тактильное ощущение мы как эти кажи как мы животные мы даже хуже мы как в играх же есть вот эти управляет там как это аватары называется по сути он все может трогать чувствовать мне кажется нами потому что это жопа полная и прям чувствуешь когда вот это идет воздействие прямо прям тревожно становится везде какое чувство опасности прям за нож хочется схватиться по ака резать кого-то ты не знаешь потому что враг ты где-то там непонятно где живет нет под землей или где-нибудь там не знаю как на ком дирижабле космическом корабле просто оттуда тебя пойми понятно фишка в том что они могут сейчас где-то на вечеринке да где-то кайфовать или он может его может какая-то проститутка трахать он но нетбук этот поставил вторгнул туда как у нас флешку до для нас это флешка обычная технология примитив а для него это целый не знаю там целый поток вот этой вот технологии да он вторгнул там что-то возит пальцем тебе херово до жмет там на кнопки на какие-то тебе херово он кайфуют сидит где-то там может на майами и похрен что с нами творится нас просто истребляют с этого с россии уже сделали помойку то есть белоруссии тоже тут то есть мы нами правят марионетки и пока мы подыхаем кто-то веселится людям давно пора это уже понять мы живем в тотале наш лагерь в торсионном концлагерь если люди этого не осознают они все умрут потом потому что они хотят бороться за свою жимру то ладно души выхни вот если попадут в лапы сатаны вот это жестко умрут то хрен с ним биологическая смерть от так ничего страшного вот смерть духовная вот это мне кажется вечное мучение мне кажется кто не захочет это понять либо глупый человек он только такое заслуживает я так считаю это мое мнение и самое страшное от этого ведь никуда не убежишь я жил странах европы сижу в азиатских странах жил в штатах то есть вот за примерно за пять лет я много где путешествовал нигде не оставляют то есть гангсталкина особенно гангсталкин он сильно ощущался во франции когда просто постоянно там до меня кто-то докапался кто-то шел хотя сам по себе очень здоровый там по два метра ростом ну качался там полжизни здоровый человек то есть физически они даже они понимают что они как бы добродушный человек они это чувствуют и как-то старались нагадить хотя поймал что они ни хрена не виновата в этом они просто марионетки и где вот я бы не прошел я видел вот это но внушение людям чтобы на перейти дорогу либо хоркнуться возле меня но что-то такое сделать стояли вот эти сотовые вышки я прям видел счет ли у меня давали понять что мы все контролируем мы видим себя и мы можем использовать против себя людей то есть никуда не убежишь от этого никуда постоянный контроль все да мне кажется даже полностью циркуляция в каждой жили в каждом в каждом органе и мозга то есть они все это видят все контролируют полностью моделируют ситуации когда что произойдет если какие-то ламеры или ну бы не поняли что такое полностью психотеррор это целая у него есть по ходу проекция твои твоей реальности он тупо может даже формировать твою реальность мне кажется брать просто на компьютере модулировать ситуацию в жизни и допустим заранее проектировать их до заранее допустим вот я сегодня встану я пойду там туда туда мы завтра мы столкнемся там произойдет такое-то такое-то действие внушать эти мысли людям я из этого получается но реальность получается как матрицу такое вот может быть так они могут на сна и на сны извини перебью андрей они могут и сны контролировать потому что говорю то всякие животными снял 100 змеи то есть именно я заметил мне сейчас остались лениться змеи и всякие баран и вот именно рептиоидные вот такие всякие существа и они там творили страшные вещи там дать и змеи то есть они убивали людей души ли их то сейчас у меня снятся змеи я думаю что это они понимают это хотя змеи не боюсь вообще рептилии но они очень неприятны сами по себе эти сны и они как-то дают мне понять что возможно вот это как говорили что мне сирик телоиды вот эти всякие то есть они дают понятнее что кто правит этим миром то есть через эти сны пугающих хотя даже об этом не думаю даже ну никогда не смотрю фильмы там о животных хищниках а вот это мне снится постоянно каждый день страшный сон из по три часа в сутки потому что ну давид сном и просыпать сильной тревоги понимаю что нужно выпить либо таблетку какую-то успокоительную либо немножко ну как раньше алкоголь сейчас на таблетки заменил вот они также не дают спать они вообще не дают отдохнуть телу никогда не во сне не наяву то есть постоянно кэм хер происходит значит алкоголь тебе надо исключить это их манипуляции цех и они прямо ломанули то есть они вмешались в это дело они тебя это делают они короче тебя подсознанную тебе там да и даже то есть они ищут у тебя в мозгах тайна что что чего там какие-то страхи чего ты чего ты желаешь чего ты не желаешь и смотри допустим ты желаешь жить здоровой жизни я прав да да и не стану провокации особенно конечно здоровый образ жизни топ с нервом а так что сам происходит на работе они берут и то чего ты желаешь они в это в мозг прямо в мозг да дело друг другую получается проекцию они берут это убирает а тебе подставляют чтобы у тебя этого не было это они работают как без и как без я тоже меня провоцировали тоже пил курил свое время тоже было а потом я понял что то здесь не так потому что это не мое реально мою это за наше желание конечно не то что желание а мне хочется хочется было там секс наркотики и рок-н-ролл да но это не моем все это не присущи мне в мою природу вмешались моё мышление нарушено получается мне надо получается боксерская груша мне надо штанга мне надо гантели мне надо там момента спорт я понял что это мою это мне дает удовольствие но не наркотик но они да они тебе дают вообще заниматься просто посмирим на жалью не даю я прям не могу тяжело я ломаюсь ломаю эту боль сквозь боль в нервах в сухожилиях я все равно занимаюсь сегодня вчера занимался пофигу хоть весь болею все равно это полезнее я знаю что это искусственно делают но я буду это делать потому что это полезно для меня они могут меня болеть вот этими пытками всю жизнь чтобы мое тело болело но о чем не заниматься стать как старик пошли не к черту буду они этого ждут принципе да а тебе надо бросить вот это вот они бы тебя по и подловили как школьника на мастурбации у меня тоже такое было и у меня в других случаях было на порнуха они тоже подсаживают это а я кстати воздержание у меня уже достаточно времени тоже я вот понимаю что это тоже порнографии это все тоже оружие тоже их оружие совершенно верно поэтому это нафиг не надо тебе надо общение с людьми тебе надо с девушкой познакомиться во первых если ты у тебя у них еще есть такая тема не любят достатка решать лишать финансовых средств а если у тебя есть ты же умеешь ты же можешь значит найди человека с которым ты будешь общаться и и эту энергию свой потенциал перри циркулирует туда в общении тебе не надо бухать тебе надо получиться отдаваться андрей извини мне это были мне тут звонят с работы вторая линия псады с тобой продолжу общение давай как не потом продолжим не спасибо тебе за рассказ спасибо тебе до связи держись спасибо канал всего доброго спасибо доброго